Друзья, обстановка очень трудная, она коснулась абсолютно всех, и я думаю, что, к сожалению, это только начало, у меня такое ощущение, это не повод, на самом деле, для паники, нужно помнить, что человек – это существо духовное, что рано или поздно мы все осуществим свой какой-то переход в другой мир. Оставшееся время, которое мы живем, нужно прожить максимально полно и качественно для своей собственной души, для своего собственного сердца. Что я имею в виду? То, что не случилось, как правило, уже никогда не случится. Мы все время все откладываем. Мы сюда еще сходим, мы на этом концерте еще побываем, мы с тобой обязательно еще увидимся, мы вот сюда слетаем, мы здесь попутешествуем. Вот все, что не произошло в моменте, как правило, уже не происходит никогда. Ничто не повторится совершенно точно. Поэтому никогда не нужно откладывать свои впечатления, свои какие-то открытия, эмоции, встречи с важными вам людьми на какой-то там далекий потом непонятный. Время сейчас такое, которое диктует постоянные ежедневные перемены. Буквально каждый день нас огорошивают новости, которых вчера еще не было и о которых мы даже не могли предполагать. Это означает, что жить и выживать будут прежде всего те люди, которые умеют проявлять свою адаптивность, умеют адаптироваться к постоянно меняющимся обстоятельствам. Понятно, что это не очень комфортно. Мы привыкли мыслить стратегически, выстраивать какие-то далеко идущие планы. Но время сейчас такое, что оно говорит нам о необходимости выстраивать планы тактические и жить буквально одним днем. Очень сильно в этом состоянии помогает чувство благодарности. Вот сейчас как раз о нем пришло время вспомнить. Никогда не бывает так, что у человека все есть и на личном фронте идеально, и денег у него куры не клюют, и весь он такой красивый и здоровый, и работа у него море, и он востребован. И внимания от клиентов и поклонников тоже хоть отбавляй. И просто вот во всем, на всех фронтах этот человек и в творчестве, и в хобби, и в бизнесе, и в семье, он прям вот скомпенсирован и гармоничен. Это все-таки сферы фантастики. Сейчас абсолютно необходимо чувство благодарности. Оно будет держать нас на плаву. Если у вас есть хотя бы что-то, ну хотя бы некоторые позиции, например, у вас прекрасно все в отношениях, нужно уже быть благодарным. Вы просто живете. И понимаете, это тоже достойно благодарности. У вас есть кусок хлеба на столе, или вкусный чай, или вас сегодня утром навестил друг. Это чудо. И только когда мы этого лишаемся, мы начинаем думать, ах, как было хорошо, как было замечательно. Вот нужно не потом, как было хорошо, а в том моменте, когда у нас еще что-то есть. И война показывает нам, насколько это действительно важно, ценно и как сиюминутно вся наша так называемая стабильность. Вот пока у нас что-то есть, нужно наполнять свое внутреннее состояние чувством благодарности. И это чувство оздоравливает, уменьшает тревоги, снижает нашу преддепрессивную настроенность. Каким образом немного снизить фон тревоги? Или существенно его ослабить? Вы знаете, нужно меньше смотреть новости. Сократите просмотр новостей негативных до 5 минут в день. Или смотрите их через день, или раз в 3 дня. И главное, что когда вы смотрите, постарайтесь смотреть холодным разумом. Не пропускайте эту боль через свое сердце. Потому что помочь вы все равно не сможете тем, что вы мучаетесь, а себя будете разрушать. Состав крови очень портится у человека от негативных новостей. Нам хороших новостей всем не хватает. Мы ждем этих хороших новостей. Мы хотим, чтобы нам сообщили что-то доброе о родственниках, о событиях в нашей стране, о событиях в мире, в мире науки, в мире литературы, в мире творчества, в мире музыки. Мы этого ждем, мы этого хотим. И позитивные новости нужно создавать самостоятельно. Сейчас время, когда пора проявлять бережливость, бережливое отношение не только к посторонним людям, но и к самим себе. И если вы нещадно эксплуатировали себя, жгли свое здоровье, неправильно питались, вот самое время чуть-чуть остановиться, двигаться более размеренно, более спокойно, отсечь все ненужные контакты, заблокировать всех, кто вас разрушает, отключить различные уведомления, потому что у человека очень много входящей информации, входящих сообщений, рекламы, смс-ок, звонков, человек под постоянным прессингом внешних обращений к нему. И мы так мало времени уделяем тому, чтобы обратиться, собственно, к самим себе. А сейчас время, когда нужно обращаться именно к своему внутреннему человеку. Я очень прошу всю свою аудиторию, где бы вы ни находились, на Украине, в Украине сейчас говорят, в России, вы знаете, уже на каждое слово внимания обращаешь, из-за этого хейта дурацкого. Где бы вы ни находились, какой бы вы ни были национальности, не нужно ненавидеть людей только из-за того, что у них другое мнение. У них какой-то другой политический взгляд на любой вопрос. Если вы в другой партии или вы верите в другие идеалы, это не значит, что другой человек не имеет права верить в свои идеалы или заблуждаться. Дайте человеку право заблуждаться. И не нужно тратить силы на то, чтобы писать гадостные комментарии. Это же сколько у человека должно быть сил, чтобы писать все то, что люди написывают по 30-40 строк под, не знаю, там, различными видео достаточно порой нейтрального характера. И вот иногда я таких комментарий читаю и думаю, да откуда же у вас время, силы, где вы взяли интернет, свет, доступ к ютуб-каналу, что сидите и написывайте, как все плохо и ужасно. А тогда откуда у вас эти прекрасные условия, чтобы сидеть и написывать? Может, все не так ужасно, как вы пытаетесь изобразить? И даже если все очень ужасно, не ищите козлов отпущения где-то там, на цифровом пространстве этих безликих вам неизвестных людей, которых вы поливаете грязью. Сосредоточьтесь на том, чтобы создать хоть какое-то созидание в своем доме, в своей семье. Да порядок в доме наведите, легче на душе станет. В документах наведите порядок, закройте все долговые обязательства, решите вопросы с кредитами, хотя бы то, что можно решить. Наведите порядок, это время успокоения, время стабилизации внутреннего барометра. И вам станет немножко проще пережить трудные времена. Что не сделал сразу, не сделаешь никогда. Никогда. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok